Итак, уже завтра состоится грандиозное спортивное событие и пройдет оно у нас в Запорожье. Мало того, вы сможете посмотреть прямую трансляцию на телеканале ТВ5. Что же это будет, нам поможет разобраться наш гость. Итак, у нас в гостях Виталий Николаенко, президент Запорожской областной ассоциации по футзалу. Вот есть такая еще разновидность футбола. Может быть, она пока что не такая популярная, как футбол, на который мы ходим на большие стадионы. Но я знаю, что у нас в Запорожье очень много поклонников и футзала, и многие, не только мальчишки, но и взрослые дяди бегают практически каждый день, мечтая стать вот такими же великими, как наши футболисты. Доброе утро вам. Доброе утро. Мы знаем, что будет в Запорожье очень крутое событие для всех уважаемых футбола, потому что именно в Запорожье пройдет соревнования между командами Украины. Да. Давайте немного детальнее и докладнее про эту событию, где, когда и что будет точно. Завтра состоится суперкубок Украины по футзалу. В нашем дворце спорта Запорожье Алюминстрой. В час дня начала матча. В без 15 часов будет торжественное открытие, церемония открытия. Среди сильнейшие команды по итогам прошлого сезона. Это чемпион Украины команда «Энергия Львов» и обладатель Кубка Украины команды «Локомотив Харьков». Скажите, как так получилось? Не так часто в Запорожье проходят суперкубки, финалы всеукраинского масштаба. Учитывая, что даже не местные команды принимают участие, как получилось у вас договориться, чтобы суперкубок прошел именно в нашем городе? Ассоциация футзала Украины идет по пути популяризации этого вида спорта. И вполне логичное решение о том, что такое право доверили нашему региону запорожскому. Футзальная столица, как многие ее называют, в прошлом была. И родина футзала, это уже еще говорят о нашем городе. Поэтому, учитывая то, что у нас в городе нет профессиональной команды, это должно будет привлечь внимание к этому виду спорта. Поэтому было принято решение из полковной ассоциации футзала Украины, куда я вхожу тоже, о том, что этот матч должен состояться в городе Запорожье. На нейтральной территории, скажем. Просто с самого Запорожья, ну можно сказать, что с Запорожья началась история мини-футбола в Украине. Правда? Да, первый чемпион независимой Украины это команда Надежда, город Запорожье. На протяжении десятилетий наши команды всегда входили в лидирующую тройку, такие как Демброс Петсталь, Запорожь Кокс, Виннерфорд. Але потом сникла команда. Скажите, будь ласка, чи есть шансы и надея на то, что Запорожье скоро будет своя собственная команда? Надежда и шансы есть всегда. Насколько цирально? Можем изработать какие-то прогнозы? Бюджет команды футзальной, он не очень такой прям большой, поэтому шансы... Цены и великий футбол, да? Да, цены и великий футбол, там другие совсем затратная часть. Шансы есть, поэтому мы работаем над этим, чтобы появились. Может какой-нибудь уважаемый меценат заинтересуется, посмотрит на организацию проведения, увидит там что-то интересное для себя и у нас будет команда. Более завтра выходной день, вот как раз в 13.00 можно прийти, посмотреть, ну и поболеть за одну из команд. Вы как руководитель ассоциации, в принципе, если говорить там о большом футболе, к которому мы в принципе более привыкшие, там понятно, там есть детские школы, с детства воспитываются в различных футбольных академиях футболисты, потом переходят от юноши с команд к взрослым. В футзале какая эволюция, как воспитываются, как появляются команды? Ну, на начальном этапе и сейчас это практика, в основном это ребята, которые закончили школу большого футбола. Например, вот я тоже закончил школу большого футбола, потом перешел в футзал, потому что это немножко другая там специфика и как бы позволяла и здоровье, и все остальное заниматься именно этим видом спорта. Сейчас уже в Украине понемножку так возрождаются и спортивные детские школы, у нас в Запорожье есть частные тренера школы, которые проводят набор детей, тренировки проводят, поэтому в футзал тоже по этому пути идешь, чтобы своя специфика сохранялась с детства, дети уже играли в футзал с детства. Теперь уже после того, как прошел чемпионат Европы, многие из нас, Татьяна, владеют футбольной терминологией, одна из самых ярких и красочных составляющих футбола является техника футболиста, его финты. Можно ли сказать, что в данном случае футзал более красочен, чем большой футбол? Потому что как раз, наверное, одна из основополагающих игр футзал – это техника футболиста. И я еще поединаю свои вопросы, чи больше это травматично для спортсменов, чи меньше травматично? Ну, насчет травматичности здесь травматичность немножко другая. Здесь больше связки, травмируются колени в футзале, то есть там нет таких травм, нет таких падений, ну, скажем, я даже считаю в каком-то смысле даже менее травматичный, чем большой футбол. Но зато очень он контактный, много стыков бывает там, особенно поэтому ввели правило шести фолов, шестой фол пробивается с 10 метров. Что касается техники, то, конечно, футзал, преимущество его над большим футболом в том, что больше возможностей для обводки есть, потому что расстояние сокращается. Ну, то есть я считаю, ну, для меня, например, более зрелищный, чем большой футбол. Скажите, будь ласка, чему такая тотальная несправедливость тогда? Чему великий футбол настолько популярный, футболисты заработают настолько абсурдно и величезно, они имеют заработные платы, а футболисты мини-футбола, ну, не такие популярные, у них не так много денег, ну, и, взагалі, это меньше развинено, чем великий футбол. Почему такая несправедливость? Тут есть несколько версий, но одна из версий, ну, во-первых, это не олимпийский вид спорта, поэтому ему не дали столько внимания, как олимпийскому виду спорта. В тех же странах, как Германия, Англия, Франция, ну, мы же, в сборных там, да, в Испании он хорошо заразит рекорд посещаемости, например, в Испании 90 тысяч зрителей, то есть на стадионе... У нас большой футбол такое количество не собирает. Ну, и, кстати, великие клубы, в том же числе и Барселона, очень часто устраивают футзальные бои своих спортсменов и тем самым популяризируют этот вид спорта. Да, вот в Испании очень хорошо, в Италии популяризирован, в Португалии, в определенном смысле, а вот другие страны, из-за того, что он не олимпийский вид спорта, вот... Все одно не разумею. Знаете, стрельба тоже в бийский вид спорта, все же, как это настолько популярно. Все будет в порядке, но как раз о популяризации. Давайте поговорим о том, что, в принципе, и наши телезрители, как им удалось смогут увидеть, как им удалось договориться, кроме того, чтобы прийти посмотреть живую, о телетрансляции, тем более, что телеканал ТВ5 также является партнерским телеканалом. Напомню нашим телезрителям, что вы сможете посмотреть в прямом эфире телеканала ТВ5, завтра это спортивное событие, перформансы, соревнования. Как вам удалось еще у телетрансляции действительно договориться с партнерами? Футзал привлекает внимание, он собирает зрителей, и поэтому спасибо партнерам, пошли навстречу, и с пониманием, в отсутствии с тем, что его надо популяризировать, этот вид спорта показывать, вот, потому что это одна из ступенек к его развитию. Вот, и еще возвращаясь к тому, что вы говорите, почему он не такой популярный, как большой футбол, потому что это подразделение большого футбола, и он не имеет там самостоятельного развития. И, возможно, где-то это одна из причин тоже. Доброе, в любом случае, следуйте, приходите на игру, дивитесь, оболевайте, следуйте за нашим эфиром, оболевайте також, смотря по телевизору. Ну, а мы рухаемся дальше. Дуже вам дякую за то, что приходилось вместе с нами. Дякую, что не малось бы ответить, так, чтобы мне было понятно. У нас в гостях был Виталий Николаенко, президент Запорожской областной ассоциации футзала. Завтра в 13.00, напомните, куда можно прийти? Завтра в 12.45, начало, торжественное начало открытия матча. Запорожили Минстрой, водорцы спорта. Всех приглашаем. Ну, а мы приглашаем всех наших телезрителей. Если вам не удастся попасть в спортивный зал, смотрите нашу прямую телетрансляцию на телеканале ТВ5. И еще одно запрошение для наших телеглядачей. Зараз перегляньте, будь ласка, прогноз погоди, тому що Катерина Мусієнко вже прагне розказати всім і кожному, яка ж метеоситуація пануватиме саме сьогодні.